Субтитры создавал DimaTorzok Великий пост, который является древним преданием для тех людей, кто не соблюдал Великий пост. Именно в это благочестивое время люди особенно усиливали молитвы и воздержание, если они не могли держать Великий пост. Но сегодня мы говорим и толкуем один евангельский отрывок, который достаточно глубоко серьезен. Потому что в этом евангельском отрывке есть очень жесткие слова Спасителя. Кто не отрепется от идеи обладания хоть чем-то на этой земле, тот не достоит меня. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот тоже меня не достоит. А что значит не достоит? Это значит, что Господь предлагает личную ответственность и связь с Ним. Личную, потому что мы можем обращаться к Господу лицом к лицу. Обращаться как к близкому другу, как к товарищу, как, более того, родственнику, который питает и греет нас своим телом и кровью. Вот это родство с Богом до Спасителя, до Христа было невозможно. Бог Ветхого Завета представал собой абсолютную недоступность. Конечно, нам многие вещи и в Новом Завете непонятны, но нам понятно одно, что в Личности Христа перед нами раскрывается вся перспектива, вся вечность, вся любовь, вся доброта и вся истина. То есть мы видим перед собой, что вот именно этот Богочеловек, который открыл нам законы вечной жизни и есть истинный Бог, вместе с тем и истинный человек. Иного нам не дано знать. Как же все-таки сегодняшние вопрошения? О чем этот евангельский текст? Некоторые так считают и как бы самоуспокаиваются и думают, что если теперь они пришли в церковь, если они стоят и молятся, если они ставят свечи, если они записывают за здравие, за упокой, и, может быть, иногда причащаются святых крестовых тайн, то, безусловно, теперь они навсегда с Богом. Но вопрос самоуспокоенности, вопрос того, реально ли мы убеждены в этом или нам только кажется, потому что в тот самый момент, как только мы успокаивая себя, считаем, Ну вот, наконец-то мы, простите за выражение, купили себе Царство Божие, купили себе Царство Небесное, ну как же, как же не купили? Мы столько раз ходили в храм, мы столько раз молились, и мы, Господь обязан, просто обязан нам дать это Царство. Как так? Мы ждем Его? Вот как только мы это подумали, как только мы это помыслили, в этот самый момент, это Царство Небесное неизбежно от нас удалилось. Оно удалилось на такую величину, насколько мы только что соблазнились и удалили сами себя от Бога. И именно об этом в сегодняшнем Евангелии, именно об этом этот евангельский текст. Потому что те святые, которые описаны нам в послании апостола, это люди, которых, как говорит Павел, недостоин был и весь мир. Почему не достоин? По качеству их жизни, по качеству их преданности, по качеству их веры, их искренности, их желания послужить Богу даже до смерти. Как только не издевались над первыми христианами различные язычники и правители, каких только страшных мучений, какими только страшными мучениями они не подвергали этих удивительных людей. Невзирая на это, эти люди не говорили слова отречения. И не обязательно они были исключительно монахами, или исключительно какими-то великими подвижными подобными, а не простите. Это простые были женщины и дети. Были даже дети, которые не отрекались от веры. И в первые века христианства дали нам вот эти ростки плоды людей, которые пролили свою кровь за Христа, и на этой крови возникла вся Церковь Святая Божия. Потому что кровь была пролита не зря. Церковь устраивалась очень сложными путями. Она не воевала и не содержала каких-то армий. И все завоевание ее состояло в проповеди к родности, смирении и любви, которые послал Божественный Учитель. И удивительно, что мир, вот эта вселенная, айгумена римская, она покорилась этому призыву. Это до сих пор является величайшей загадкой нашей человеческой истории. Как это могло случиться? Совершенно невероятно. Нет копий, нет армии, но есть сила Духа, которая иногда побеждает тысячи и тысячи людей и убеждает их принять христианскую веру. Еще раз хочу подчеркнуть, что возможно так случится, что некоторые из нас соблазнятся и отступят от Христа. И мы единственные, на что надеемся, на милосердие Божие. Потому что те слова евангельские о паке мытие, о вечном мытие, о пребывании всегда в лоне Отца Небесного, эти слова остаются для нас актуальны. Потому что что такое пребывание с Богом, как ни на учение этому пребыванию здесь и сейчас, в этом Царстве, пока не небесном, но земном, но в котором присутствует Церковь во всей своей полноте, прорастая в нас постепенно и вводя в нас в эту вечность, вводя в нас в это таинство святых людей, таинство Духа, где присутствуют только святые. Потому что, если доходлено понимать слова апостола, если мы сами не станем святы, то не можем войти в свет присолнечный, не можем увидеть Бога, не будучи очищенными, не можем пребывать вблизи этой яркости, чистоты и красоты, если сами полны смердящих различных грехов. Вот если видим этот свет, то значит какой-то маленький отголосок этого света внутри нас есть. Но этот плацдарм Духа, который в нас постепенно как бы прорастает, как семечко внутри нашего сердца, должен быть расширен, чтобы Бог там поселился. И если в течение жизни не совершит с этого, если всей своей жизни мы оторвемся от Бога и отринем Его, то как тогда можем надеяться на то, что Бог с нами? Если Бог не поселяется в нашем сердце здесь и сейчас, в процессе нашей жизни, поверьте мне, никакого внешнего Бога там мы не увидим. Только здесь, только сейчас, только в процессе наших 70-80 лет возможно нашими усилиями поселить Бога в нашем сердце, внутри нашей души. Но только в этом случае, когда наступит час смертный, мы воскликнем Господе, и Господь разольется внутри нашего сердца. И мы его реально увидим очами незримыми, очами, которые сейчас не нужны нам, уже будут там. Это видение будет такое светлое, такое чистое, такое красивое, которое объемлет всего наше естество. И мы там будем пребывать, в таком блаженстве и счастье, то есть не выразить никакими человеческими словами. И именно к этой святости призывают нас святые, чью память сегодня мы празднуем. Аминь. Спасибо, Господи.